Пережившая второе рождение марка «Москвич» завершила формирование дилерской сети в столице. Продавать автомобили будут 11 компаний. Точная дата старта продаж не названа, но отгружать автомобили клиентам начнут до конца года. Зато объявлена цена базовой версии «Стандарт» — 1 миллион 970 тысяч рублей. За эти деньги предложат переднеприводный кроссовер с шестиступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой будет «Москвич 3» с коробкой-вариатором. Его цена неизвестна. Двигатель пока один. Это полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Напомним, что увеличенная мощность агрегата — это единственное отличие «Москвичей» от исходника — китайского «Джака» JS4, который тоже продается российскими дилерами. Самые дешевые «Джаки» до сих пор стоили около 2 миллионов рублей. Но это машины с атмосферными моторами. За 136-ти сильные турбоверсии просят на 100-300 тысяч больше. Следовательно, условно локализованный «Москвич» оказался примерно на 15% дешевле чисто импортного китайца. Правда, официального прайс-листа «Джак» не публиковал. Поэтому это сопоставление очень условное. И некоторые провинциальные дилеры могут продавать «Джаки» дешевле. Что же до комплектации «Москвичей», то она пока единственная. Выбрать можно один из пяти цветов — белый, чёрный, красный, серый и голубой. А остальной перечень оборудования зафиксирован. В него включены 17-дюймовые литые диски, климат и круиз-контроль, кнопочный запуск двигателя и функции Auto Hold, мультимедийная система с монитором диагональю 10 с четвертью дюйма и шестью динамиками, камеры заднего вида и датчики парковки сзади, на крыше багажные рейлинги и люк. Помимо турбомотора у «Москвича» должен появиться ещё бензиновый атмосферник 1.6. Он сертифицирован и дебютирует позже. Зато до конца года завод должен выпустить 200 электрических москвичей 3Е. Скорее всего, они уже законтрактованы службами такси и каршерингами. А когда попадут в свободную продажу, пока неизвестно. Журналистам электрички ещё не показывали, а вот чиновникам продемонстрировали. Причём на территории Камазовского НТЦ, где в последние недели побывали вице-премьер Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Миниханов и мэр набережных Челнов Наиль Магдеев. На протокольном видео видна табличка с характеристиками. Батарея ёмкостью 65 кВт-часов, запас хода 410 км. На приборной панели, впрочем, заметен средний расход за текущую поездку – 25 кВт-часов. Поэтому реальный пробег на одной зарядке вряд ли превысит 200-250 км.